Дорогие соотечественники! 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 А если у них есть гражданство, то они обязательно захотят унирия. Я только что иду к вам со встречи с гражданином Республики Молдова, у которого есть и румынское гражданство. Русскоговорящий, вообще не придерживается униянистских взглядов, не считают унирия как выход из ситуации, тем более это усложняет ситуацию. Люди воспринимают это просто как возможность поехать в Европу без виз. Если посмотреть граждане Молдовы, они постоянно разъезжают и переселяются, они берут ПМЖ или вообще уезжают в другие страны. Вот сколько из них уехали жить на постоянное место жительства в Румынии. Это из последних мест. То есть они берут румынское гражданство и идут вообще в другие страны, а не в Румынию. Это говорит о том, что молдаванам Румыния не особо нравится. Не то, что эта страна плохая или народ какой-то не такой. По крайней мере на заработки туда чуть не много. А что там зарабатывать? Они не самые на заработки уезжают. Что там зарабатывать? Ну серьезно. Если они говорят, что у них зарплата выше, то у них и цены выше, так что они выходят там же практически, как и мы. Но наши граждане предпочитают другие страны, даже если у них есть это румынское гражданство. Более того, я вам скажу, есть такие даже граждане. Вот вчера мы провели протест у посольства Румынии в связи с тем, что Румыния сказала, что они будут поддерживать любые такие движения, которые приведут к объединению. И у меня сразу же возник вопрос. И потому что народ является сурсой де суверанитати. То есть народ является сувереном. Ну да, суверен. С таким же успехом. Почему Румыния не предоставляет автономию венграм в Румынии? Там же венгры 2 миллиона. Венгры и секуи. Да, но они же тоже сурсой де суверанитати. Почему им нельзя, а тут, значит, они будут поддерживать кого угодно. Имея в виду, что они приезжают сюда на автобусах, те же граждане Румынии. То есть я хочу сказать, что вот эта старая история, она же не одно десятилетие длится. Когда закончилась Вторая мировая война, Черчилль, это все знают, эта история потрясающая, на встрече с Сталином, пододвинул ему салфетку. И на этой салфетке были написаны страны Восточной и Центральной Европы, где Черчилль написал, где чье влияние, на сколько процентов. Ну, как бы, вот здесь нам 80, а вам 20. А вот тут вам столько, а нам столько. Ну, конечно, все закончилось, что все раскололось. И кроме нейтральной Австрии, там, и сравнительно нейтральной Югославии, ничего. Остальные были, маршавские договоры, там, попали в зону НАТО и так далее, да. И вот, что интересно. Когда эти люди, Сталин там сделал помарки, Черчилль согласился. И вот, собственно, на этой салфетке была и поделена фактически карта Европы. Америка тогда сюда не очень вклинилась. Америку тогда интересовало развалить Британскую империю. Потому что договорились Черчилль с Рузвельтом, что после войны, ребята, объявляем все народы, там, Африки, Азии, имеют право на суверенитет. Ну, как бы, право нации на самоопределение. Поэтому их Европа не очень волновала. Черчилль с Сталином тогда вот поделили на этой салфеточке. И что интересно, Йосиф Виссарионович прикинул так. Значит, говорит, товарищи, говорит, венгры с немцами до конца стояли. Так, надо наказать. С другой стороны, Бессарабию надо забрать назад, где была. А вот, говорит, румынам, как подслащение, как пилюлю, так и быть. Вот за счет этих нехороших венгров отдадим им Трансильванию. Что и случилось. Но сикеи и венгры очень внимательно следят, что творится у нас. Как только тут начинаются унионистские движения, говорят, так мы хотим автономии или хотим венгрию. Но они по праву это вопрос. Расскажи, вот у тебя есть какие-то контакты с этими молодежью? Наверняка по интернету следишь и так далее. Как они смотрят на шевеление бухаревских умников у нас здесь на молдавской земле? Я не раз бывал в Трансильвании, я не раз бывал в том образовании, которое они хотят создать. Что называется цену Туся Куэск. Это, чтобы люди понимали, три уезда, где живут более 90% венгров в Румынии. Прямо в сердце, в центре Румынии. И я знаю их настроение. Народ там считает, что Румыния, у них забирает деньги и отдает обратно меньше. Они считают, что Румыния забирает у них деньги и они вкладывают в Валахию. Они считают, что они содержат Молдову. То есть Мунтению-Алтению за счет Трансильвании. И они считают, что если мы будем автономными, то все деньги останутся у нас и мы будем более богатыми. Они говорят, что автономия венгров в Румынии, это создаст более сильную, более развитую Румынию. Они так считают. То есть они по конституции Румыния унитарное государство, они за автономию. Да. И они считают, что те политики, которые в Бухаресте распрощаются деньгами, которые собираются в том числе и от них. Но они самые богатые, трансляционные, самый развитый регион Румынии. Они считают, что эти коррупционеры у них крадут их честно заработанные деньги. И они хотят, чтобы те деньги не уходили куда-то в чьи-то карманы. Бургаретских ребят, чтобы... Чтобы были вкладаны в этом регионе, да. И появляется вопрос, так ребята, эти парламентарии, эти венгры так и считают, что они оказались в Капкане. Потому что, с одной стороны, у них есть представители в парламенте, это у Демирия, у Нюнии демократ Магиары и Румыния. Но их меньшинство, это мелкая партия. Мелкая, потому что мало венгров. Но, с другой стороны, они считают, что они оказались в Капкане и Румыны никогда им не дадут прийти к своим, скажем так, натуральным... Целям, которые они... Да, но это не является, они не просят чего-то... Сверх чего-то. Они просят автономию. Просто автономию. В чем проблема? Ты же говорил, что народ суверен. Вот народ той территории... Это не я, это парламент Румынии говорит. Да, это вообще общие мировые принципы, что народ суверен. И европейские ценности и так далее. Они просят, но им не дают. С другой стороны... Это то самое право нации на самоопределение, что американцы воткнули в хартию организацию объединенных наций. Но заметь, оно в случае Югославии было применено, чтобы развалить страну. А вот в этом случае как-то не очень. Я считаю, что Румыния с самых первых дней нашей независимости пытается нас постоянно чему-то учить. Я не имею в виду румынский народ, я имею в виду... Мы никогда плохо не говорим о народе. Народ всегда... Хотя не бывает... Есть всякие настроения среди людей. Но все-таки народ, он занимается тем, чем положено. Детей растить, кормить всех и так далее. И народ как правильно мудрый. А вот крикуны, те, кто подзуживают людей, а вот это другие люди, это другой народ. Так вот, они нас пытаются постоянно чему-то учить с 91-го года. Хотя они сами могут к нам приехать, и мы можем им преподнести очень хороший урок, как добиться межнационального мира в этой стране и как удовлетворить с политической точки зрения всех. Вот есть у нас пример Гагаузии. Это был вооруженный регион, сепаратистский на тот момент, который хотел независимости и был готов бороться за это. Так вот, ну маленькая страна, и как они считают... И ума хватило? Да, договориться, включить эту территорию в наше конституционное поле, дать им автономию. И скажите, нас с вами, вот, и зрители, которые смотрят... Мы в Камрате как себя чувствуем? Очень хорошо, очень хорошо. Но с другой стороны, вот зрители, которые смотрят нас вот сейчас, они... Как их раздражает существование Гагаузской автономии? Да никак. Но румын почему-то раздражает существование венгерской автономии в Румынии. В смысле, попытка ее создания? Да. И движение в эту сторону. И если она будет существовать, то это будет их раздражать все больше и больше. О чем это говорит? Это говорит о том, что у них есть комплекс неполноценности. На молдавском есть слово фрустрат. Вот они себя чувствуют некомфортно, когда кто-то с ними рядом еще есть. Вот нельзя быть никаким образованием. Только румыния, только румынский язык, только румын. Только унитарное. Что это такое? Мы в каком веке живем? Это не 14, не 15 век, это не век идеологии, войн и так далее. Мы уже перешли, на мой взгляд, в век других ценностей, когда не обязательно, чтобы все были одной мыслью с тобой, чтобы не все были тех же политических взглядов. И это на Западе уважается, это и в других странах мировых уважается. Но в Румынии почему-то это не работает. Если ты за автономию, то ты все антигосударственный и так далее. А ну-ка вспомни, помнишь, было движение за Молдову, там, за прудом? Да, да, сейчас расскажу. Что с этими ребятами случилось? В 2006-2007 году в Румынии появилась новая организация, которая называлась «Осучастие Молдовей и Лорды Румынии». «Осучастие коммунитати Молдовей и Лорды Румынии». Как переводится? Ну, это общество молдаван из Румынии. И они зарегистрировались, все было в порядке, они подали документы на то, чтобы входить в орган, ну, у нас есть Бюро международных отношений. То есть зарегистрироваться полноценно. Они хотели, чтобы они представляли точку зрения молдавского народа в Румынии. Они считают так, если есть два государства, которые соседи. Хотим мы того или нет, вот мы с Украиной, в Молдове есть украинская диаспора, и в Украине есть молдавская диаспора. А у нас в Молдове есть румынская диаспора? Ее нет, и они не хотят регистрироваться. Они считают, они отвечают за всех, они говорят, что все здесь румыны. А в Румынии еще хуже. Они вообще не признают молдавский народ. Они его не признают. Вот там напишешь молдаванин этнический, то они эти документы не примут. Напишут молдавский язык, они не примут. Те ребята, которые сделали... Хотя в Европе он зарегистрирован. Только в Румынии нет, это их проблема, я же говорил, комплекс неполноценности. Существует молдавание, не сказать не могу. То есть здесь они не европейцы? Нет, абсолютно нет. И вот они зарегистрировались, они грамотно написали свой устав и так далее. И они зарегистрировались в том числе в Молдове, как 39-я диаспора молдавского народа за границей. Делегацию этого общества приняли в молдавском парламенте, депутаты аплодировали стоя. Да, наше молдавание за прута. Они сделали планы создать молдавскую библиотеку в Ясах. Там было несколько сотен человек в этом движении. Бизнесмены, журналисты, интеллигенты. То есть это было движение, сняло основу. Серьезно. Когда... И вот здесь один посол румынский, я забыл, первый посол Румынии в Молдове, он написал в своих мемуарах, что историческая трактовка Молдовы и молдавского языка является прямой угрозой для территориальной целостности Румынии. То есть чтобы наши граждане... Вообще-то он прав, он почувствовал, что историческая и истина опасная вещь. Вы говорили, что взгляд молодежи... Да, спросить. Молодежь не ревизионист. Нас не интересуют другие территории. Вот мы прекрасно сдружим с молдаванами, с Украины и с теми из Румынии. Но мы не претендуем на эти территории, в отличие от них. В отличие от них. И вот они... После того, как они зарегистрировались, это общество, они их приняли в парламенте и их сразу же закрыли через трибунал. Чудесным образом, чтобы наши граждане понимали, как работают секретные службы в Румынии. Через несколько месяцев один из вице-председателей этого движения трагически погиб у своего подъезда, когда он на 8 марта приходил с цветами жене подарить. Его обокрали и застрелили. А другой вице-председатель, он умер от излучения. Через несколько месяцев тоже. То есть этих ребят убрали тихо... Закончилось движение. Ну да. Движение закончилось. И еще другой пример же. Партия до Молдавии на ордене Румынии. Партия молдаван из Румынии. С бывшим примаром Яс во главе. Только они создали партию, и его сразу же отправили послом на Кубу. А партию ликвидировали. Ну да, лидера нету. Нельзя у них ничего говорить про молдаван, про молдавский язык. Нет у нас на земле. Понятно. И в том числе, вот есть ребята очень хорошие. Что мне нравится сейчас, что молодежь, в том числе в интернет-пространстве, делает очень хорошие вещи. Вот есть умные, хорошие молодые молдаване, которые лазят в электронной библиотеке Академии Румынии. Румынии, да, Академии наук. И они там находят книги 19-го, 18-го, 17-го, 16-го, 15-го века, где то ли на кириллице, то ли на латыни написано «Лимба молдавинянская», «Молдавень» и так далее. И они это постоянно публикуют. Эти публикации с печатью Академии наук Румынии. Вот как после этого можно говорить, что не существует молдавского языка? Как можно еще говорить об учености этих ученых-мужей? Потому что наука, она всегда предполагает две вещи. Первая – публичность. Это не разведка, не государственность. Это публичное знание, данное для всех. В этом и есть задача науки. То есть, если ты засекретил какие-то документы, я понимаю, когда-то засекретили государственные органы. Но когда об этом молчит ученый-муж, я его ученым не могу назвать. Потому что наука – это честность и открытость. И второй момент. Наука, еще Адам Смит говорил, великий эконом, он говорил, наука не должна быть соучастницей или причастницей. По-нашему, по-молдавски это звучит так. Ну, требуется фейпортинитария. То есть, если ты ученый, все, забыл. Вот есть документы, или есть какие-то материалы, или химические реакции, или историческое исследование, ты должен объективно, отстраненно. Иначе, в противном случае, из истории мы получаем вот те учебники, из которых очень трудно что-либо понять человеку, который знает историю. Ну, историки, европейские историки, мировые историки, уже давным-давно считают румынскую историографию несерьезной. Потому что они столько всего подделали, и столько обманывают, что уже никто им не верит. С другой стороны, вот, был пример в начале 90-х, ну, после революции в Румынии, когда внесли... То есть, нас сейчас, Карина Фусу заставила писать через «ы» из буквы «а», да, посередине слова. А сами румыны в начале 90-х перешли по этой системе. Так вот, за это проголосовала Конгресс Академии наук Румынии. А там лингвистов было всего лишь два. Один воздержался, второй отсутствовал на том конгрессе. Понимаете, как сильно? Это такие честные ученые. Ну, естественно. И у нас то же самое. Вы вспомните, в 89-м году на Конгрессе Академии наук Молдовы все проголосовали, что правильное название языка молдаван, это молдавский язык, и в 94-м году те же самые люди голосуют, что это румынский. Но это как? И потом еще некоторые перед смертью признавали, что они брали 250 тысяч долларов или 500 тысяч долларов другие, за то, чтобы проголосовать за это. У Румынии есть сильный интерес по отношению к Республике Молдова. Они действительно мечтают, что когда-нибудь эта территория окажется у них. Они пробовали один вариант в 90-х, когда велись переговоры между Снегуром и Ильеско насчет того, чтобы предоставить постоянный пост вице-председателя Румынии и Молдовы. Это одно. И они поняли, что это не проходит. И они начали копаться, скажем так, в Молдове уже. Через академию, через образовательную систему, через телевидение, радио, школы и так далее. Через молодежные организации, в том числе политические партии. И вот они, если у них не получилось тогда, то они мечтают, что, наверное, лет через 20, 30, 40, 50, то это все равно случится. Мне кажется, что к тому времени мир настолько изменится, что уже не будет актуально не только считать себя румыным, считать Румынию привлекательной, а уже не будет актуально говорить про это. Мир двигается в совсем другую сторону, когда нужно говорить про экономику. Вот недавно господин Степанюк, декан факультета международных отношений, Государственного института международных отношений, говорил, что унионизмом бороться нельзя идеологией. Не нужно бороться идеологией с унионизмом. Нужно бороться экономикой. Вот когда у нас будет сильная экономика, а мы прошли через эти времена, когда Румыния жила намного беднее, чем Молдова, то тогда все изменится. Если вспомнить 1994 год, это уже три года после независимости, то торговый баланс Молдовы был следующим. Молдова продавала Румынии продукцию за 400 миллионов долларов на тот момент, а Румыния за 100. Им нечего было продавать нам. Сейчас все изменилось. Через этих румынских правителей, которые у нас были в 90-х, и сейчас фронтисты и так далее. Через вароство, расхищение национальной экономики. Приватизация и так далее. Они все развалили. Не то, чтобы у них все прекрасно, потому что если посмотреть, о чем говорят румынские эксперты и серьезные организации, то они говорят, что Румыния превратилась в... Это не государство, это несколько корпораций, которые все содержат. Кланов. Да, и они контролируют все. Вот посмотрите, кто сейчас дрова робит в Румынии, кто добывает там дорогие металлы в Румынии, кто нефть добывает и так далее. И что делают сами румыны? Вот есть уезд Тимишуара на западе Румынии. Вот там 80% аграрных земель, которые можно обрабатывать, что-то там расти. 80% из них, они не принадлежат румынам. О чем это говорит? Говорит о том, что Румыния сама не распоряжается своими ресурсами. А у них еще к нам претензии. Понимаете как? Ну, я знаю, что понял. Вот общаясь со многими унионистами нашими, это понятно. Профессионалы? Да, они, ребята. И я тебе более того скажу, вот если говорить о наших унионистах и о румынских, то я думаю так. Вот я сидел, наблюдал, я же утром был там на площади, потом ушел, уехал. И у меня, вот когда те спрашивали, а где наши братья-бессарабцы, да? И я понял, что, видимо, какие-то значительные средства на эти юбилейные торжества были отпущены. Но как это бывает обычно, 80% осело в карманах у организаторов в Бухаресте. Да. Из оставшихся 20%, где-то 80% осело в карманах у наших организаторов. И копейки другие. И там ни денег, ни на бензин, чтобы отвезти. Ну, на что? Не-не, вы взрято говорите, там люди признавали, что им платили по 70 лет, а другими больше. Не, подожди. Так это вот те крохи, которые остались после этого грабежа. То есть... Вы представляете... И еще раз, ты понимаешь как? Вот у нас очень большая защита от эффективности платной пропаганды. Это вороватость. Я заметил странную вещь. Чем больше унионист, тем больше воруют. Вот какая-то вот странная... Шала, Ругим, Киртуака, все-все-все. Шала, Ругим, Киртуака, и Дариндра, Гусанченко, Илярд. Да, все вот. Чем больше унионист, почему-то тем больше воровство я замечу. Но вы представляете, в какой сложной ситуации... Может, это спасительная где-то черта. Вы правильно говорите. Мы в этом случае должны сказать спасибо. Может, не спасибо, а быть признательным этим коррупционным политикам из Молдовы, которые являются унионистами. Вороватые ребята. Сильно. Но в какой трагической ситуации оказалось унионистское движение в Молдове, когда на столетие... Вот мы праздновали столетие провозглашения Молдавской Республики, да, в декабре. Вот там собралось очень много народу, который искренне пришел туда. А они столетия объединения с Румынией, они не смогли вывести за идею людей на площадь. Они выводили за деньги. Там люди признавали, что им платили по 70 лей. Примары, которые голосовали за унирию. То есть, они один раз брали деньги за то, чтобы проголосовать за унирию, а второй раз уже брали... Примары брали круто. Те не брали 70 лей. Те пришлось дать побольше. Тысячу евро, да. А народу там... И крошки, копейки народу, чтобы они выходили. Ну, там выходило несколько сотен человек, молдаван, которых привозили... Я согласен с 70 лей деньги. Согласен, согласен. Но о чем это говорит? Это говорит о наивности или о плохих задумках румынской политической элиты. Они же понимают это. Если им правильно доносит посол или секретные службы, которые... Одно, секретные службы здесь точно работают. Если им правильно доносят, то они либо наивны и надеются, что когда-нибудь может быть и тратят зря деньги румынского народа. Поэтому... Не, скажем так. И зря воруют деньги румынского народа. Для себя не зря. Вот вы представляете, как страшно, в том числе для того венгра, что они у них забирают налогами деньги и присылают сюда для объединения. За то, чтобы купить машину каким-то активистом... А потом удивляются, что венгры говорят, не, ребята... И вот я заметил, как только они начинают бухарестские ребята тут у нас бузой заниматься, тут же в ответ бумерангом получают в Харгитце, Ковасно, вот где эти сякеи и венгры живут. Тут же. Что за были... Совсем недавно такие сильные движения там... Расскажи, пожалуйста. У них прошел марш. Да, в уезде Ковасно прошел марш, где собралось несколько тысяч венгров. Так. Чтобы вы понимали, ихний марш, это не румынский марш, где все выходят двумя километрами флага. И половина разворована. Там все четко. Но эти румыны здешние как делают? Они раскладывают два километра флага по площади, там, чтобы меньше места для людей было, чтобы показать картинку. Но там выходили в том числе старые, молодые люди, одетые в национальные костюмы, пели народную музыку с флагами... Венгерскую. С венгерским флагом и с флагом автономии, который они хотят создать. То есть то, что их представляет. И они искренне просили, они говорили, если будет автономия ценутую сяку еск, то Румыния будет богаче. В Румынии будет спокойнее. Зачем вы нас давите? Чем вам наши права мешают? Они не могут понять. Это комплекс неполноценностей. И по отношению к нам, и по отношению к ним. То есть у Бухареста остался комплекс неполноценностей с того именно, когда было Марионире. Почему? Нет, нет. Мне кажется, даже с микроунили. Смотри, когда он появился. Смотри, заканчивается Первая мировая война. Рухнула Австро-Венгерская империя. Рухнула. Оттуда хапается Румынами Трансильвания. В том числе, не, не, не надо забывать. Дальше. Часть Буковины Австро-Венгерской тоже отходит к ней. Правильно? Да. Дальше. Посмотрим. От Болгар они оттяпали этот Добружу Кодрилотер. Да. Часть от Сербии, что там, я помню, где-то в Ордяле есть какие-то местности. Да, сейчас расскажу. Ребята, и венец всему в 18-м вот эту Басарабию нашу оттяпали. Естественно, у тебя все время будет комплекс неполноценности. Если ты знаешь, что ты после той же Первой мировой войны сделав Мария, Румыния, Мария, да, а основание это ее несколько шатк, а венгры все помнят. Да, и мы все помним. Басецк выступал в Совете Европы несколько лет назад, но когда он еще был президентом, и ему молдавский депутат один задал какой-то вопрос по поводу венгров, и он сказал так, мол, запишите себе, господин депутат, у Румынии нет опыта аннексии чужих территорий. Ах, 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 красава. Красиво сказал. Красиво сказал. Теперь мы идем в историю. Только мы если карту посмотрим в Аллахии вот этой первой мировой войны и потом посмотрим после второй, то как-то много удивительного увидим. Да, и они везде в учебниках пишут про церль Румынии, что есть Трансильвания, Молдова и Валахия, это все румынские княжи. Они изначально были церль Румынии. Да, да, просто они не знали про это. Так вот, они в 18-м году... И Штефан не знал, что он великий румын. Никто, никто не знал про это. И они включили Трансильванию в состав Румынии в 18-м году. Но помимо этого, они включили еще Банат, Кришана и Марамуриш. Эти территории никогда не были румынскими. Никогда они принадлежали Трансильвании. Дальше идем. В 41-м году, когда они вошли в Молдову, оккупировали Молдову, то в июле они делают диктату Дела Бендера и захватывают примерно такую же территорию, как Молдову в Украине. Извините, откуда из Винницы сделать румынский город? Или из Одессы? Или из Николаева в румынский город? Но они захватили эту территорию. И они там крали все, что могли. Вот у Румынии есть опыт аннексии чужих территорий. У Румынии есть опыт в том числе по отношению к нам. И этот Басевску стоял на трибуне, да? Вот недавно, вот о чем мы говорим. И что-то там, о чем он там говорил, как-то я не очень... Ты понимаешь, он когда что-то говорит, вот хочет... Вроде слова у него все четко положены. А что он хочет сказать? Смысл? Что-то слышу, а что хочет сказать, не понимаем. Ну, это не относится только к Басевску, давайте будем искренне. Если наши парламентарии... Там же была Мария Чубану, которая выступала, депутат парламента Республики Молдова. Мне понравилась реплика одного из наших депутатов, которая сказала, вы состоите в конфликте с логикой и с моралью. Что вы здесь делаете в Молдавском парламенте, если вы не считаете нормальным, чтобы это государство существовало? Вот я считаю всех этих политических, всех унионистов, в парламенте, в правительстве политическими импотентами. Наши унионисты. Да, они являются политическими импотентами. Они ничего делать не могут. И обращаясь к гражданам, хочу сказать, никогда им не верьте. А воруют они неплохо. Вот Драгуцан показал, вот этот самый Дарин показал, сам Гимпуш, а Ларчу. Да не очень хорошо. Я понимаю, с одной стороны идет дискредитация государства. Они намерены это делать, чтобы наши молдаване не верили в молдавское государство. Ну, унири так унири. Но с другой стороны, вот что же, что за девушка выйдет замуж за парня, который говорит, ну ты некрасивая, ты такая, никакая. Да. Ну мы с тобой как-нибудь в семью создать. Ну что это за отношения? Это никакие. Девушка замуж не выйдет за этого парня. Ну и если она нормальная, на голову, конечно. Но в этом случае почему-то находятся люди в Молдове, которые голосуют за эти партии. Представляете? Я понимаю трагические моменты в нашем советском прошлом. Я понимаю трагические моменты в нашем прерумынской оккупации в Молдове. Но мы живем в другом веке. Нельзя придерживаться истории. Они постоянно уводят эту свадьбу в историю. Там им интереснее там жонглировать. Кстати, если внимательно посмотреть на эту историю, то то, что натворил Антоневску, да, это очень страшно. Фу, это речь идет о сотнях тысяч убитых людей. Наши это помнят, в Приднестровье это помнят. И с памятью что-то тут у них по учебникам что-то я это не очень видел. И не пока. Я же вам говорил, по-моему, в прошлый раз, что быть унионистом это означает чем меньше знать, Кост организовал, организовал. Людей тут погубил, погубил. Они что кричали? Коммунисты, евреи, цыгане и так далее. Вот. И заметь, ведь Гитлер, когда взялся за эту тему, уже основательно, он взял именно тогда, когда он стал настоящим агрессором. Ему нужно было оправдание. И он кричал, вот мы не просто так, а мы боремся с коммунизмом, с мировым еврейством. То же самое тетелька в тетельку происходило в нашей братской Румынии. Как говорил Кедми, у них повод, они искали повод, а мотивы у них уже давным-давно были, да, атаковать. Я считаю, что нынешние отношения с Румынией, исходя из того, что происходило вчера в румынском парламенте, кстати, для меня участие молдавской делегации в этом парламенте это позор. Только исходя из того, что они там делали, вот как-то я не понял. Даже Гимпу отказался ехать, я так понял, что он так и не поехал. Ну, у Гимпу свои заморочки достаточно странные. Но что наша делегация там делала, это хорошо, что они провели такое заседание в Кишневе по предложению Гимпу. Но я понимаю, что Гимпу предлагал только ради предложения, никто там здесь не собирается делать такого рода заседание. Но они там участвовали, на мой взгляд, они шли на поклон, там, встретиться, поговорить, что-то попросить и так далее. Вы вспомните Майю Санду, она говорила сначала, что она как политический деятель, она против униря, как человек простой, как гражданин, она за униря. Вот я не понимаю психическое состояние этого человека, когда он такое говорит. А потом она говорит, униря не будет как насильно, так, как было когда. То есть нас оккупировали, она это признает. А потом, сто лет униря, она идет в Академию наук Румынии и сидит там за первой партой и слушает аккуратно все эти речи. Да, да, да. Эти люди состоят в очень серьезном конфликте сами с собой, по-моему. Или они пытаются электорат захватить, или я просто их не... Я им не доверяю вот в таких случаях. Если ты конкретно за молдавское государство... А, кстати, я что-то не заметил ни Майю, ни Настаси. Вот там на трибуне на площади, вот когда собрались все эти лузеры политические, что случилось? ни ГИМПу не видел. Вы правильно сказали... Если вы такие унионисты, где вы там? Тут важная ремарка. Что там было? Вы сказали правильно, что собрались политические лузеры, только по ошибке там еще ГИМПу не оказался. Он в ихнем числе. Но его заместитель Киртуака там выступал. Все правильно здесь. А с чего вдруг они должны приглашать политиканов, которые обязательно их предадут? ГИМПу, к примеру. Вот сколько ГИМПу откачал денег из Румынии на свою политическую деятельность? И что дальше? Это по тому же принципу. 80 осталось румынским донорам, от 20 оставшихся процентов прикарманили, ну и на мелочи, на пропаганду. Они перешли на новый этап. Они начали финансировать очень серьезно масс-медиа. Сайты, телевидение, радио, газеты и так далее, публикации. Это для них более уверенная трата денег, чем вкладывать в эти политические партии. И с другой стороны начали вкладывать в неправительственные организации, которые получают через разных программ у них гранты или конкретно от физических лиц определенные суммы денег для того, чтобы проводить здесь всякого рода кампании по румынизации местного населения. Но эти НПО сильно не отмечаются от тех партий. Вот есть ребята, я не буду говорить имени, есть ребята, которые проводили такую кампанию, как Карвана Унири. Они разъезжали на велосипедах по селам, клеили там везде на всех знаках по 45-мунтеру МНЕСК. И везде селфи делали, чтобы отчет был. Да, это правильно. Но в конце кампании там ребята уже на машинах разъезжали, не на велосипедах. То есть пересели. То есть помнишь закон 80%? Он, видимо... Он работает везде. Вот через прессу им труднее, потому что там конкретно человек нанимается на работу, он пишет весь день всякую гадость, и в конце он получает зарплату. Слушай, ты знаешь, я о чем подумал? Во все времена и во всех примариях мира, вот я изучал теневую экономику, изучал, даже вот такие страны продвинутые, там где столицы, там Париж, Берлин, там Лондон, известно, что так или иначе где-то из бюджета города так 15-10% обязательно уйдет. Ну, это железный закон, никуда не денешься. Хоть США, хоть я. И вибрации? Но, если, вот я заметил, взять наших, то у нас реверс, у нас 15-20% на город, а остальное все уплывало к нашим унионистам, вот, домороченным. Вот как, как ты знаешь, вот такой странный реверс. У Румынии коррупция за год превышает 4 миллиарда долларов, то есть нецелесообразная трата денег. Это при 22 миллиардах бюджета. 4 миллиарда. То есть, скажем так, это, которые четко видны. А, те другие нет, естественно. А сколько теневое, скажем. Да, на уровне Европейского Союза, то там в год несколько миллиардов евро считаются, как, и европейцы считают нормальным. Но это на огромную массу. А в Румынии меньше четверти бюджета это коррупция. Но Киртуак доходило до 80 потерь. Если сейчас пройтись, ну, если честно, вот я хотел бы, чтобы вы мне сказали хотя бы одно имя одного униониста, который когда-либо был при власти, работал, и после него что-то нормальное осталось. Вот хотя бы одно имя. Да, хоть что-то бы построили, какой-то память о себе. Нет, они строят, без проблем. Вот Киртуак Штефан Чалмари построил? Построил. В каком он состоянии этот бульвар? Где денежки в зиму? Олегу Руссо они два года назад отремонтировали за 120 миллионов лей. А там уже асфальт вот такой вот как шифер идет. Там дыры уже появляются. То есть правило 80% действует железно, а качество соответствует. Тут еще есть другая схема. И вот если ты публикуешь и критикуешь это, то люди говорят, ну, эти унионисты говорят, что вечно мол, это нормально. Я говорю, какой нормальный? Ничего себе нормально 80% в других государствах эти дороги держатся десятками лет. Вот почему советский асфальт держится еще, а румынские, которые укладывали поле курсов, не держатся. Вот почему. Схема с этими ремонтами дорог очень простая. Люди, которые более знакомые и более приближенные к Киртуак, и это давно уже известно, говорят, что фирма, я документа не видел, но я склонен верить этим людям. Фирма Делта Ачиме, которая ремонтировала улицы Кишинева и ремонтирует, и уже не будет ремонтировать, я надеюсь, то это является хозяином или бенефициаром этой фирмы является Елена Басецкая. Елена Басецкая, это дочь Елены Басецкой, соответственно, она кума Киртуака, куметры. Он крестил ее ребенка. Ну, все просто, ты берешь деньги из бюджета или из кредитов, даешь своей куме, она тебе дает свою часть, она берет свое, вы делаете вид, что ремонтируете дорогу, и все счастливы. Куматрение просветает. Да, и при том, это очень важно, сделать это сразу перед выборами, чтобы уже на выборах были траншеи, чтобы мы работаем, ремонтируем и так далее. Это наши молдаване не очень хотят понимать. И в том числе, вот фирма Делта Ачиме, она ремонтировала два года наши дороги, не имея сертификата о качестве продукции, то есть асфальта. А кто-то проверял. Крышовка идет сверху на все эти коррумпированные схемы. И после этого говорить, что этот бедный парень пострадал. Несчастненький. Очень несчастный. Ну, он и несчастный, настолько, сколько он натворил, он, конечно, несчастный. Несчастный тех, кто вокруг него. Но жалеть его после этого, ну, нет смысла. Но он свое заслужил. Его еще не посадили, надеюсь, посадят. Он свое заслужил. То, что либеральная партия ушла под воду, политически выражаясь, это тоже очень хорошо. Плохо, что на этой территории выскакивают новые партии. Конечно, они как пузыри. Вот Лянка сейчас убежденный унионист. Когда говорили в Бухаресте про обеднение, он был премьер, он говорил, нецелесообразно говорить про это. Сейчас пришел примар, ну, какой-то примар Бухареста, пришел в Кишинев. Он говорит, о, рад встрече с мэром столицы у нас во втором румынском государстве. Что это за мышление государственного деятеля? Я вообще тебе скажу, вот эта странная идея, вот я когда долго раздумывал, идея доу стати румынест. Я говорю, подождите, ребята, насколько я историю знаю, насколько я изучал все эти хроники, значит, нигде не было такой теории до стати румынест. Никогда. Были царом Молдове и была Мунтения, Алтения, вот эта часть, которую в Аллахию по старинке. Нас, кстати, Молдавлахией иногда называли. Понятно, что мы народы с точки зрения этнической, очень родственные, очень близкие, это никто не отрицает. Но мы знаем Австрию, мы знаем Германию. Это хорошая Германия. И как-то один и тот же литературный язык. Но у них разная судьба, у них разная государство. Но у них нет комплекса, неполноценности. Да, и нет никакого, потому что, извини меня, Вена это была столица огромной империи, извини меня, Берлин и прочее, Пруссия, это тоже было государство, ой-ой-ой, то есть эти ребята без комплекса. А тут все получается. Когда унионисты говорят, что мы, если говорим на одном и том же языке, у нас общая история, то мы обязательно должны объединиться, то в Европе есть очень много примеров, которые... Я тебе хуже скажу, тогда, подожди, поехали, Мексика на испанском говорит? объединяется. Аргентина на испанском говорит, еще целая куча на испанском. Что-то я не вижу, чтобы они объединялись, правильно? Да, в Европе, к примеру, вот есть Люксембург, есть Франция, говорит, на том языке два государства отдельных. Лихтенштейн так и не объединился с Германией. Ну и ради бога, так почитали. Хорватия и Сербия существуют отдельно очень хорошо. А языки схожи на удивление. Черногория и Сербия, тот же язык, Черногория, он официально черногорский. И в Сербии все спят спокойно, никто не тревожится. Македония очень похожий язык с болгарским, с болгарским. Болгария не претендует на это. А унионисты почему-то считают, что если мы говорим на том языке, обязательно должны нас погодить. Обратите внимание, что раз мы говорим на одном и том же языке, то нашу землю можно захапать. А мы тут, это нас мало интересует. Чем можешь завершить? Вот помнишь, мы начали с того, что гора родила мышь. Так почему же гора родила мышь? Через средства массовой информации наши местные, а их прорумынских достаточно много, я вам честно скажу, в год вкладывается больше 100 миллионов лей молдавских в развитие и в эту румынскую пропаганду через румынские программы Министерства Румын отовсюду. И у них очень хорошо получается медийно раскрутить любое происшествие, любую манифестацию и так далее. Но мы мы же молдаване прошли через многое. Мы через войны прошли, мы через город, голод прошли, да, и мы научились распознавать, вспоминая слова именецкого, чей вал, ковал утреча, мы научились критически, мудро смотреть на все, что происходит у нас в стране. Где мы можем, мы, конечно, подключаемся, а если мы видим такого рода фейк, да, то и отношение к нему такое. Соответствующее. Ну что, спасибо, наша передача подходит к концу, большое спасибо, Дмитрий. Дорогие соотечественники, ну вот, мнение молодого поколения. Ребята, кстати, Дмитрий Ройб, он всегда любит вспоминать, говорит, Виктор Иванович, я учился на румынских учебниках, и я пришел к тому выводу, к которому я пришел, задавая вопросы. Я спрашивал учителей, которые путно мне не могли ответить на эти вопросы. Я спрашивал стариков, взрослых людей, старушек, которые прожили не один десяток лет на этой земле, и то, к чему я пришел, и то, к чему приходит мое молодое поколение, молдаван, оно выражается в тех словах, которые, я надеюсь, что ты, Дима, сегодня изложил в который раз нашей аудитории. Спасибо большое. Итак, у нас в гостях был Дмитрий Ройб. Желаем вам успехов. Не обращайте внимания на все эти тусовки, на все эти благоглупости, но будьте бдительны. Будьте бдительны. Я люблю вас. Виктор Иванович Борщевич. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова